Ты должен отыграть так спектакль, чтобы выйти после него и сказать, я еще хочу сыграть. Ты переживаешь такие жуткие чувства иногда. Тебе хочется и бросить пьесу, и сжечь ее, и вообще не вставать с кровати, не приходить на репетицию. Мы же очень боимся разговоров. Мы так боимся разговаривать. Особенно, когда нас что-то не устраивает. С каждым годом я понимаю, что очень сложно заманить, человека в театр. Потому что прогресс настолько идет вперед, что людям просто жалко три часа жизни отдать, не включая телефон ни разу. Отключиться от вообще внешнего мира, который за стенами театра. И погрузиться в то, что происходит сейчас на сцене. Настолько все уже хотят экшена, хотят удивляться. А удивить сейчас в театре практически нечего. Кроме одного. Кроме того, что это происходит сейчас. На сцене живые люди. И они что-то пытаются тебе донести. И иногда это бывает настолько интересно, либо страшно, либо смешно, либо что-то еще. И в этом и кайф. Ты видишь настоящую эмоцию, которая происходит с артистом. Она рождается. Вот этот воздух здесь. Ты чувствуешь запах сцены, театра. Мне кажется, что это несравнимо ни с чем. Это живая эмоция. Ее ничем нельзя заменить. У меня был сосед, таксист. Он вообще к театру никакого отношения к этому жизни не имел. Но я его как-то уговорил. Говорю, ну сходи. Он пошел на Кориолан. Спектакль такой был. Потом через два месяца он мне говорит, а можно мне опять на этот спектакль? Я говорю, ну какой? Ну вот где вот мужик там, у него с матерью еще проблемы были. Думаю, хоп, понятно. Значит, цепануло. Егор Уланов, актер, окончил Красноярскую государственную академию музыки и театра. В 2008 году принят в труппу Омского академического театра драмы. Было интервью с одной актрисой интересной. И у нее спросили, почему вы стали актрисой? Она говорит, когда я поступила, нас попросили написать сочинение на эту тему. Я написал одно предложение. Я люблю, когда на меня смотрят. И если какой-то артист мне скажет, что это не так, называется «бросьте в меня камень». Актерское самолюбие, оно в любом случае присутствует всегда. Это не самое главное, но это есть. И поэтому, когда говорят, что я хочу нести великое со сцены, я хочу показать людям, что такое высокое искусство и так далее. Это да, наверное, но в 35 лет я так не могу говорить. Я не считаю себя каким-то невероятным мега-артистом, который должен получать взрослых, образованных людей, сидящих в зале. Ну и вот, господа, стоило вам перестать притворяться, вы стали сами собой, как настроение ваше улучшилось, и скуки как не бывало, ведь вы не скучаете. Я был не шпаной и не ботаником. У меня всегда друзья были спортсмены, что в младшей школе, что в садике. Совсем оторванная шпана – это опасно, действительно. А спортсмены – это вроде как и приключения, но они такие, осознанные. В драки мы не ввязывались, тем более я как бы не люблю драться, не любил никогда. Мы переехали в Красноярск из города Белово, шахтерский город Кемеровской области. Я перешел в новую школу. Папа меня туда устроил, в эту школу. Ему за это я благодарю, его всю жизнь буду благодарить. Хотя я боялся очень сильно. В восьмом классе, вы же представляете, да, парень пришел в новую школу. Надо же будет как-то вливаться, надо что-то делать, проявлять себя, видимо, как-то. Прошло шесть уроков, и ребята мне говорят, ну а сейчас пойдем. Я думаю, ну все, наверное, сейчас будет посвящение какое-то. Куда-нибудь там за двор школы, в закоулок меня отведут и начнут посвящать. Оказалось, нет, оказалось, мы спустились с третьего этажа на второй. Это был актовый зал. В этом актовом зале проходило занятие, театральная студия занималась там. И наш восьмой А-класс туда ходил весь. В этой студии занимались все, и учителя, и школьники, учащиеся, и директор школы. И это, конечно, было для меня, ну, ну это счастье было. Все эти три года это было счастье, реальное счастье. И с тех пор я даже не думал, что какие-то другие варианты могут быть. Мама сказала так, если ты поступишь на бюджет, ты будешь учиться. Если ты поступишь на платное, то платить за тебя я не буду. Учиться на актера за деньги ты не будешь, потому что они получают очень мало, и эти вложения, они будут неоправданы. Она мне предлагала поступать на историю в педагогические, потому что потом с этого факультета брали ФСБ. И она сказала, если ты поступишь, тебя заберут, и у тебя будет все прекрасно. В общем, я поступил на бюджет, и никаких вопросов дальше не возникало. На четвертом курсе, на госэкзаменах, это спектакли мы показывали, такая декада спектаклей выпускных, я позвал маму, папу. Мама посмотрела, сказала, ну, в принципе, неплохо. Она мне на похвалу достаточно скупа в этом смысле. То есть у нее, она, конечно, меня любит, это понятно, как сына, но вот так, чтобы, знаете, чтобы он не делал на сцене это счастье, и он лучший из лучших, такого нет. Это называется «Актерское фойе». В этом фойе как раз актеры готовятся к выходу на сцену. Сегодня мы играем спектакль «Визит дамы». Я там играю три роли. Муж номер семь, номер восемь, номер девять. Один киноактер, другой ученый, один директор табачной фабрики. В принципе, это интересно, потому что это разные люди. Естественно, нужно переодеваться, нужно менять внешний вид. И в этом заключается, ну, для кого-то сложность, для меня нет, для меня это кайф, наоборот, потому что ты меняешься. И внешне, и внутренне тоже эти люди меняются. Мы в это играем, но вы же знаете, что игры заходят очень далеко. Мы же такие подневольные, на самом деле, люди. А понятие «подневольный» с мужчиной не любят ассоциировать. Как бы мы ни кичились, но мы зависимы очень сильно. Мы зависимы. Ты можешь быть в прекрасной актерской форме. В прекрасной просто. Но при этом ты можешь мало работать. Я наблюдал такие истории. Это ужасно просто. Это просто невозможно смотреть на человека. Если человек мудрый, то он находит в себе силы, он начинает эту энергию куда-то вкладывать в другое, развиваться внутренне, как-то еще заниматься педагогикой или чем-то еще. И вот эти вот качели, они могут убить. Есть же, да, и примеры, когда люди испиваются и так далее, исходят с ума опять же. Это все, все, все из-за этого. Потому что человеку кажется, что он настолько внутренне готов, он наполнен и так далее, и так далее, а его, допустим, не занимают. Ты должен победить себя, в первую очередь победить себя. Ты просто даже сам не представляешь, что через эти сложности ты растешь. Я не в праве отказываться от работы. Актер не имеет права на такие вещи. Мне так кажется. Ты переживаешь такие жуткие чувства иногда. Тебе хочется и бросить пьесу, и сжечь ее, и вообще не вставать с кровати, не приходить на репетицию. Такое может возникать. Но ты должен себя победить, потому что ты, в первую очередь, артист. Это твоя профессия, и ты должен идти. Как бы сложно это ни было, как бы тебе это ни было, может быть, внутренне противно. Всякие бывают персонажи, знаете, которые в тебе вызывают такое отторжение, можно сказать. Но когда ты его на себя примеряешь все-таки, пока просто примеряешь, немножко так накинул на себя его, знаете, потом начинаешь немножко к нему привыкать уже. А потом ты его съедаешь, как вампир, знаете, и все. Полчаса назад я был честен, чист, горд. Полчаса позже этот святой ребенок превратился бы в жалкое создание. Честный и гордый человек, величайшего негодяя. Как скверно. Как скверно. Как скверно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Допустим, вам Бог что-то дал, да? Какой-то внешний вид. Это гены, это родители. Мы, когда учились в институте, нам говорили так. Вам будет еще сложнее. Потому что, когда на вас смотришь, не возникает такого вопроса, что у этого человека могут быть какие-то проблемы, или что-то еще, переживания, или так далее. Что он где-то может быть кем-то обижен, потому что он такой, вроде как, обаятельный человек, и все. Ему везде дороги открыты, и так далее. Нам говорили, что вам нужно будет еще больше сил прилагать на сцене, чтобы доказывать свою состоятельность в этой профессии. Потому что красота, или обаяние, или фактура, это одна история. Но на ней далеко не уедешь. Если ты внутренне вообще абсолютно пустой, то твой внешний вид будет работать, ну, минуты две-три. Вера, стой! Вера! Смотрим, поди. Смотрим, не играете ли вы со мной в какую-то тонкую еду? Вера, Вера, скажи, кого ты думаешь. И от кого было письмо на сильную бумагу, но нет, поди. Ищите, Свера. Так, с ногами, тихо. Тихо, 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 тихо. Дальней страстью ты можешь это сделать. Слады своей любовью. Если она еще недавняя, новая любовь, я начал уже эти вера. Ну, что ты, Свера? Я никого не люблю. А письмо? Я выдумала, да, как скуки. Вера! Вера! Сверху! Попать! У нас было две группы. Большой курс, 26 человек. И нас разделили на две группы. И называли эти группы так. Красивые и талантливые. Я был в группе красивых. Почему красивые? Не потому, что очень все красивые. Потому что все были высокие и фактурные. И вторая группа была невысоких и очень разных. Почему так разделили? Потому что для танца нужны были партнеры и партнерши. Естественно, партнеры и партнерши должны быть желательно одного роста. Вот и вся разница. То есть только поэтому разделили так. Но вторая группа, которая маленькая, она, конечно, нас сразу обозвала такими словами, так скажем. И всякими остальными другими. Говорили, ну что у нас сейчас? А, сейчас эти длинные, потом талантливые пойдут. Мы участвовали в Институте в Красноярской Государственной Академии Музыки и Театра. Участвовали в спектаклях Красноярского театра драмы имени Пушкина. В массовке, как все студенты, наш мастер был ведущим актером этого театра. И в итоге, когда мы закончили, троих парней он пригласил. Это был я, Алексей, мой однокурсник и Коля. Мы вроде согласились, но зачем прыгать-то сразу в первый вагон, если можно весь состав посмотреть. Мы решили, что надо как-то рвать когти и смотреть, куда можно попасть еще. Написал я писем 200, наверное, на электронной почте, эти адреса, там вся Россия. Я написал резюме, фотографии. Естественно, в Омскую драму тоже. Потому что, когда мы учились, педагог по истории театра рассказывал нам все 4 года, что это один из лучших театров в стране. То есть я знал, что такое Омская драма. Ожегову я точно знал, потому что про нее тоже нам рассказывали, что это была из величайших актрис Советского Союза, извините. Так нам рассказывали. Но это действительно так. Теперь-то я в этом убежден. И написав эти письма, я ждал, естественно, ответа. Был очень забавный звонок из Благовещенска. Амурский театр драмы такой есть. Директор театра. Она мне позвонила. У нас уходит артист. Вы будете у нас один герой. Будете играть все. Мы вам дадим квартиру. Потом вы женитесь и останетесь у нас. И будете самым лучшим актером. В общем, она, конечно, в этом смысле молодец. Но не знала она, что до этого я уже съездил в Омск. Показался Марчелли. Меня взяли в этот театр. Естественно, никакой Благовещенск уже тут. Даже в голове не мог уложиться. Марчелли ответил просто. Он ответил, в нашем театре не нужны артисты. Но если вы хотите, мы на вас можем посмотреть. Приезжайте за свой счет и показывайтесь. Я взял двух своих однокурсниц. И мы поехали сюда. Мы были здесь два дня. В первый день мы показались. Посмотрели вечером спектакль «Галадранцы. Аристократы». И, конечно, я был в шоке от артистов. Потому что я не понимал, как так можно работать. Настолько это естественно и органично. Я не понимал, как они существуют. У меня было ощущение, что я смотрю итальянское кино. Ну, а после «Дачников» я просто в слезах сидел на поклоне уже, конечно. Александр Барбан является для меня одним из самых близких людей вообще в жизни. И, наверное, один из любимейших режиссеров. Он очень многое для меня сделал как режиссер. Очень многое мне дал. Научил меня очень многому. Первый режиссер, которому я настолько доверился, что я даже не мог себе в голове представить мысль, что он не прав или он делает что-то не так, не то. Мы все влюбились в него, как в режиссера, абсолютно. Потому что это невероятное счастье с ним работать. Это такая атмосфера. Это какой-то катарсис. И ты внутри как-то летаешь, что ли. Даже так можно сказать. Я так хочу увидеть его еще раз! Этого парня, который живет той моей второй жизнью, где-то там. Среди совершенных формул, фигур и линий. Я хочу узнать, как он жил все это время. Все эти 12 лет я хочу услышать, чего я лишился. Хочу узнать, какой могла бы быть моя жизнь. Он где-то есть. Он питается моими силами, он тратит их. И живет моей жизнью. Живет моей тоской. Ну все началось с лжеца. Потом начались чемоданы через несколько лет. Это какой-то вообще уровень был запредельный. Потому что это были и слезы, и смех. Мы видели, как вскрывается что-то в артистах. Как они могут, оказывается, проявляться. Это очень дорогой для меня спектакль. Процесс работы в нем до сих пор во мне вызывает такой трепет. И я бы сказал, страх. Потому что я очень сильно переживаю перед этим спектаклем. Внутренне, не страшно, знаете. Там это настолько тонкая грань. Она настолько тонкая. Потому что это, с одной стороны, клоунада. А с другой стороны, это говорится о таких вещах, о которых, в принципе, не особо любят даже с родными говорить людьми. Ну вот представьте, что вы должны признаться в том, что вы считаете, что ваша мать мешает вам жить. Представляете? Но мысль у тебя такая есть. Но ты ее настолько глубоко спрятал. А потом вдруг мать уходит навсегда. Из жизни ее нет. И ты понимаешь, что не она виновата в этом. Просто нужно было на эту тему поговорить. Мы же очень боимся разговоров. Но так боимся разговаривать. Особенно, когда нас что-то не устраивает. Мы это все копим, 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 копим. Мы это все накапливаем в какой-то клубок. Потом мы становимся очень взрослыми и начинаем в итоге это высказывать самым близким своим людям, обвиняя их в том, что они нам всю жизнь испортили. И эта пьеса, она в этом смысле, конечно, уникальна и прекрасна. И очень она беспощадна. Беспощадна абсолютно. У меня больше нет сил. Я всего лишь человек. Я не могу без счастья. Мне нужен час покоя с моим счастьем. Сейчас мы находимся в общественной организации «Планеты друзей» театральная студия, которой руководим мы, Егор Уланов и Игорь Костин. Проводим занятия два раза в неделю по два часа. Пытаемся ставить спектакль с детьми. Дети разные у нас. Это дети солнечные, с синдромом Дауна. Колясочники есть, есть аутическое расстройство. Это дети особенные не потому, что они с каким-то диагнозом, а потому, что они просто совсем другие. Я бы даже сказал, даже лучше, чем мы. Потому что они естественные, абсолютно имеющие внутреннюю злость, обиду и так далее на жизнь, на кого-либо. В этом их огромный плюс, и этому мы учимся у них всегда. Они все очень талантливые, все естественные, и все хотят играть на сцене. Это не беда. Была бы сила да отвага, а железка всегда найдется. Вон меч в камне стоит. Пол принеси. Мы впервые пришли, это была зима, я помню, после Нового года. Побаивались, можно честно признать, это нормальная реакция. Потому что с такими детьми я не работал, Игорь тоже. И мы пришли на занятия, нас проводили к деткам. Мы остались с ними наедине. С тех пор наша любовь длится 6 лет. И поначалу мы пытались что-то осторожничать, знаете, потому что боялись испугать, напугать. Мало ли что, какая реакция будет. Оказалось, что боимся только мы. Они совершенно не боятся. Они нас сразу впустили в свой круг, впустили в свое сердце. Сейчас мы ставим спектакль Иван Царевич и Сверхов по одноименной сказке. Но написана пьеса Светланы Баженовой. И у нас это будет уже, наверное, четвертая премьера. Зрители разные, родители, родственники, друзья, наши коллеги с удовольствием смотрят эти спектакли. Думай, Иван Царевич! Думай! Волонтерство, такая вещь интересная. Мы думаем, что мы спасаем кого-то, да? И это не всегда является такой самоцелью. В первую очередь получается, что ты себе помогаешь. Ты себе помогаешь вперед двигаться, идти дальше и развиваться. Потому что ты же не знаешь, какие в тебе заложены возможности. На самом деле это не так страшно и сложно, как кажется со стороны. Надо относиться к себе и к людям одинаково. И тогда будет все в гармонии, мне кажется. Свободное время тратишь в основном, как бы это ни звучало странно, на себя. Конечно, хочется читать. Наша фантазия, мне кажется, она тоже развивается в чтении. Ну и вообще визуализация, да? Это же классно, когда ты читаешь, и мир этот себе в голове начинаешь представлять. У меня пока не всегда получается каждый день по 100 страниц. Бывает, что в день 200, а потом 3 дня ничего. Я люблю бумажные книги, я старовер в этом смысле, потому что аудио, я вообще не понимаю, как можно слушать аудиокнигу. То есть это другой человек со своим голосом, со своим восприятием, со своей интонацией тебе доносит произведение автора. То есть получается, это даже не через вторые руки, а через третьи руки ты получаешь информацию, и ты уже по ней начинаешь судить о книге. Мне кажется, это неправильно. Что касается электронных книг, многие любят, у меня даже была когда-то эта книга. Не могу. Как-то я хочу трогать, нюхать, хочу загибать странички или класть туда закладку, потому что это приятно, ты ее ощущаешь, ты как-то живешь с этим. Она у тебя лежит в рюкзаке, в машине, дома. Ты знаешь, что эта книжка, она твоя, и ты с ней как-то на период чтения сроднился с этим автором. Вообще моя любимая книга «Сто лет одиночества» Габриэль Гарсия Маркес. Когда я прочитал ее в институте, я, наверное, вот если бы мне сказали, куда бы ты хотел, где бы ты хотел оказаться вот в данный момент своей жизни. Да, бывает такое, спрашивают, мечты ваши какие, вот в каком бы веке вы оказались или где-то еще там, на какой планете, вот я бы хотел оказаться именно там, в Макондо, да, в этом, я бы, конечно, там походил. Какие-то режиссеры или педагоги говорят, что вот ты должен отыграть так спектакль, чтобы выйти после него и сказать, я еще хочу сыграть. Или есть наоборот история, когда говорят, ты должен настолько отдаться полностью, из тебя должно все выйти, ты должен всю энергию эту отдать, чтобы ты был абсолютно пустой и без сил, и без всего остального. Наверное, я бы согласился больше с первым. Это не значит, что ты должен не затрачиваться, нет. Просто если эта энергия идет в обмен с энергией зрительской, значит все правильно происходит. А если ты вообще не какущий и внутри, и снаружи, и в голове, и в сердце, то мне кажется, это немножко в одни ворота игра была. Сцена, она концентрирует все наши поступки. Почему так все происходит на сцене ярко, либо резко? Потому что это концентрация. Это мы в жизни можем растянуть все на дни, года. А тут бывает, что ты играешь там 20 лет за 2 часа, 20 лет жизни человека. Эти резкие переключения, они тебя могут чисто физиологически немножко вымотать. Но это физиология, это ерунда. Это быстро восстанавливается все. Если ты выходишь на поклон, аплодисменты людей, и ты вроде внутренне, может быть, даже иногда и доволен собой, это тебя сразу все перекрывает, все эти твои затраты. Потом ты выходишь, садишься, едешь домой. И в принципе думаешь, ну, наверное, не зря все это происходит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА